102 года тому, 12 липеня 1914 года, в Йосцы Крывель Шкловского района народился киноактер Пётр Олейников. Фильмы с его делом давно стали классикой советского кинематографа, а имя ведома навод у Голливуде. Про то, что станет актером, Пётр Олейников выросил в Шкловской коммуне, куда и потрапил после смерти родителей. Именно там он познакомился с мастерством кинематографа, когда маленьким коммунарам показывали фильмы. Мара проэкран справдился. В 1930-м Пётр Олейников поступил в Ленинградский институт сценичного мастерства на зорный курс Сергея Герасимова. Здыматься Пётр Олейников начал еще студентом. Первой стужкой в его фильмографии стала кинокартина «Сустречная». Популярность до молодого актера пришла после роли в фильме «Семь раз милых», а всесоюзная слава после «Трактористов». Это фильм знаковый не только для советского кинематографа, но и для него лично. В этом фильме он смог подружиться с известными уже в то время актерами Борисом Андреевым и Николаем Ключковым. Усяго Пётр Олейников отыграл у кино 40 ролев. У его фильмографии не только комедии. Надо все-таки говорить о том, что это разножанровые фильмы. Мы хорошо помним его сказку, в которой снялся «Конек-грабанок». Потом, значит, она защищает родину. Совершенно серьезный такой патриотический фильм. А пошний фильм Пётра Олейникова «Спатоли не смаги». Его премьеру в 1966 году актер так и не убачил. Он сошел в життя годом ранее. Але она за всюду застался в истории сусветного кинематографа. По его ролях сценичное мастерство выучали навыд голливудские зорки. На Малой Радзиме – знакамитым земляком гонорация. И память его шанують. Увесцы Кривель дейняшая до музея Пётра Олейникова. У Шклове открытый помник, у яким актер на за всюду застался о своей лепшей роли тракториста Сауки. Ирина Борзиловская, Новины Регион.